приветствую друзья с вами дмитрий афанасьев мы продолжаем работать над админкой сайта и в этом видео мы начнем работать над заказами над управлением заказа вот таким вот образом будет выглядеть страница управления заказами это табличка в которой каждая строка это один заказ и обратите внимание что к каждому заказу у нас сразу здесь и идут данные о пользователя давайте посмотрим в базу данных как у нас выглядят заказа да вот у нас заказ и здесь идет привязка к таблице пользователей по юзер айди посмотрим таблицу юзеров пользователей вот у данного у таблицы юзеров есть идентификатор и он привязывается к таблице ордера да например пользователи с айди 2 переходим в ордеры сделал три заказа вот его заказы соответственно нам нужно сделать выборку с помощью которой мы получим одну таблицу в которой будут сразу данные из двух таблиц то есть мы в одной выборке объединим две таблицы это вот одно из тех нововведений которые мы узнаем в этом уроке и так давайте приступим переходим в админ контроллер и первое что нам нужно сделать это создать экшен для нашей новой страницы идем самый конец файла и создаем данный экшен экшен ордерс экшен на 196 строке мы инициализируем переменную rs ордерс и присваиваем в нее мы ждем выполнения функции get orders то есть получаем все значение все все данные которые нам нужны по заказам данной функции у нас нет мы ее создадим далее мы инициализируем переменные smart и передаем наши заказы в шаблон и рисуем саму страницу рисуем хэдер рисуем сам само тело страница и футер админ ордерс тп и у нас тоже нет а мы его создадим и так давайте создадим функцию get orders так как данная функция будет работать с таблиц орды соответственно она должна у нас находиться в ордерс модель открываем файл ордерс модель и идем самый низ файла и добавляем нашу новую функцию get orders строка 88 инициализируем переменную sql и создаем наш запрос и так как выглядит запрос select выбрать все поля из таблицы orders вот смотрите здесь в from мы записали orders написали с и далее имя ему о то есть это и это имя таблицы которая у нас базе данных а это ее алис на псевдоним таблицы чтобы не писать положим ордерс . звездочка означает все поля из таблицы orders мы пишем при своем и приседании о и пишем о . звездочка значит выбрать все поля из таблицы orders так как мы в данном запросе будем объединять две таблицы соответственно здесь где селик мы должны четко определить какие поля и из каких таблиц мы будем выбирать о . звездочка это означает что мы хотим получить все поля из таблицы orders далее идет запятая у . name у это у нас забегая вперед посмотрим вот наша таблица users которому мы линкуем к таблице orders и мы даем ей псевдоним с у то есть чтобы не писать здесь users . name user . email users . phone user . адрес мы пишем у . name и так далее понятно так вот значит нам какие поля нужны из таблицы orders все поля из таблицы users поле name и mail phone адрес и так главная таблица у нас orders здесь мы ее прописали после from пишем то что мы делаем основную выборку из таблицы orders и далее смотрите ключевое слово left join это означает то что мы сейчас к таблице orders будем прилинковывать таблицу users но с одним условием нам нужны все поля из таблицы orders обязательно должны быть выборки все поля из таблицы orders то есть все заказы а из таблицы users нам достаточно тех которые существуют то есть если какого-то пользователя не существует то соответственно вместо значение имени имейла фона адреса будет значение ну если мы предположим live join не написали а просто join то тогда бы у нас произошла выборка следующим образом у нас выбрались бы все ордеры и все юзеры соответственно если для юзера нету ордера мы получили бы нул и вместо значит вместо ордеров и если есть ордера но нету юзера к нему это прилинкованного связи нет туда между таблицами то соответственно здесь были бы ну нул и вот далее идет ключевое слово sql он это значит каким образом связывать mysql будет делать выборку какие поля у нас являются связанными друг с другом это из таблицы ордерс поле юзера один оно должно быть у нас совпадать с полем юзерс . айди и далее на 91 строке мы говорим что мы хотим получить эти данные а сортированного по идентификатору по айди еще такой нюанс поле айди есть у нас и в таблице ордерс и поле айди есть и в таблице юзерс если бы мы предположим здесь написали то что просто звездочка да то что мы если было просто . значит мы хотим сделать выборку и из таблицы ордерс все поля и из таблицы юзерс все поля тогда у нас поле айди она бы получилось бы как бы два раза да и здесь у нас mysql выдал бы ошибку то что поле айди у нас встречается два раза и здесь пришлось бы конкретизировать какое айди мы хотим да пришлось бы нам написать о . айди или у . айди но так как айди у нас идет только вот здесь а что касается пользователя мы конкретные поля задаем то стесна один из пересекаться не будет и мы здесь просто айди указываем далее но на 93 строке мы выполняем сам запрос и теперь делаем такую хитрую операцию мы ее в принципе с вами уже делали вам это нужно будет вспомнить где мы ее создавали это будет включено в домашнее задание и мы с помощью конструкции со строк 96 и по 104 мы для каждого для каждой строки полученные в результате в данного запроса мы берем продукты принадлежащие данному ордеру какому-то по одному каждый ордер каждый заказ здесь прокручиваем и для каждого мы берем продукты и помещаем их в массив rs children соответственно для текущего продукта мы инициализируем ключик children и присваиваем вот этот массив rs children и в общем массив мы его добавляем то есть получается мы и в результате мы получаем массив не только вот этих вот данных но еще каждому ордеру отдельным ключиком будут будет массив его детей то есть его продуктов и данный получившийся массив мы возвращаем переходим в админ контроллер давайте сохранимся и посмотрим как это у нас отработает до вернемся в ордер модель и по пошагово это проверим давайте сначала получим наш запрос выведем его на экран посмотрим как он выглядит переходим в браузер переходим на страницу нашего сайта кликаем на заказы вот у нас отработала функция д мы получили запрос копируем данный запрос копировать переходим в печки моя админа нашу базу данных открываем вкладочку в сql и вставляем сюда данный запрос смотрим как он отработает вот произошла выборка и мы получили следующий набор данных четыре наших заказа но теперь в к нашим заказам еще и прибавились данные пользователей то есть получили все поля касаемые таблицы orders и дополнительные поля касаемые таблицы юзеров то есть вот есть конкретный заказ и данные о человеке по этому заказу возвращаемся над beans и смотрим дальше что у нас тут дальше есть вот в этом массиве простите в этом цикле мы отбираем продукты для нашего заказа данной функции у нас пока еще нет и нам требуется ее создать так как смотрите здесь как бы участвуют две таблицы и продукты задем мади взаимодействуют и заказы но так как идеологически это относится больше к заказам то соответственно данную функцию мы будем размещать тоже в orders моделях переходим ниже и создаем данную функцию функция get products for order получить все продукты для определенного заказа и придаем идентификатор заказа которые для которого требуется получить продукты создаем sql запрос select all выбрать все поля из таблицы покупок псевдоним мы дадим как п е чтобы не писать постоянно пачес мы п е дадим и смотрите опять мы используем left join то есть объединяем две таблицы с помощью к конструкции left join объединяем таблицу покупок и таблицу продуктов и таблицу продуктов мы даем ей псевдоним как ps продукт объединять будем не просто джойном а лэв джойном то есть выбрать именно все покупки и то что есть из продуктов объединяться эти две таблицы будут по полям объединяться эти две таблицы будут по следующим полям п е по час . продукт 1 то есть из таблицы по час поля продукта 1 должно быть у нас равно полю айди из таблицы продуктов и далее условия условия такое что мы должны сделать выборку это для одного ордера соответственно поле ордера де у нас должно быть равно ордер айди которым мы передаем далее на строке 124 мы выполняем данный запрос прогоняем его через create smart rs рей и возвращаем сохраняемся переходим в админ контроллер и ставим теперь здесь нашу функцию d смотрим что у нас получилось в результате а в результате что у нас должно получиться выглядеть должно у нас получится получить все заказы все вот эти вот заказы и отдельным столбцом а это к данному массиву этих заказов мы еще добавим под массивчик с дочерними элементами мы это тоже на самом деле данный блок кода мы уже выполняли тоже вам просто вам нужно вспомнить как это работает я более подробно уже объяснял другом предыдущем уроке и теперь давайте посмотрим как это все выглядит